Да, всех приветствую, с вами Левша и у нас сегодня такой Хотел сказать тематический стрим, но на самом деле да, он получается тематический Короче, стрим по факту посвящен сегодня будет объекту 277, а точнее тестированию турнира, который сегодня стартовал Короче, сейчас я расскажу Да, тестовый турнир, он реально сейчас прям тестовый-тестовый Первый месяц, все-таки пошли немножко по другому пути Захотели сделать не просто какую-то тему на 9 месяцев, которая закончится и все потом, и разбежались А возможно из этого получится какая-то серия турниров с большим количеством участников Вот, ну, как говорится, не попробуешь, не узнаешь Ладно, в общем, смотрите, почему выбран... Да, Андрей, хороший вопрос, почему выбран этот танк? Кстати, этот, по поводу спины Билла, спасибо Почему 277? Танк был выбран, он есть много у кого, да? Но он не массовый, и танк был выбран специально не массовый Ну, все-таки, я говорю, это тестовый турнир, тестовый, первый И надо понять вообще, как он будет работать, выдержит ли он всех нагрузок технических или нет Сможем ли мы сохранять все нужные данные или нет по реплеям и по боям Короче, что у нас получается? У нас 9 сезонов будет, первый турнир на 277 Почему на 277? Потому что, я говорю, танк, он используется на ГК, он используется в боях в рандоме тоже у многих Но он не такой массовый, как ИС-7, к примеру, да? Вот, поэтому надо понять вообще нагрузку техническую, сколько людей будет участвовать Потому что информация по реплеям там, она сохраняется И для этого арендуются отдельные сервера Чтобы потом все это не накрылось медным тазом Потому что можно сделать было максимально просто и легко Это какой-нибудь там файлик сделать И типа, ребята, скачивайте Ребята скачали файлик и участвуют в турнире Вот, или там как синхронизация, например, там на сайте Но, если мы говорим про массовый продукт, к примеру Чтобы много там людей участвовало И чтобы потом был доступ как раз касаемо реплеев И также доступ, кто там может там бои как-то обманывать Вот, сделали такую систему Что человек скачивает модпак Поверх любого модпака абсолютно Потому что в моем модпаке там мало чего есть из полезного, да? Вот, не на это он ориентирован был И его скачиваешь и ставишь одну галку участвовать в турнире Вот, ты его скачал, например Там, видите, там галка этот Или шакап участвовать Поставили Все Дальше Играешь на объекте 277 100 боев Ну, здесь все расписано Какие сервера, в какое время Играешь, к примеру, в 100 боев Отыграл 100 боев на нем подряд 100 боев подряд Можешь ты сыграть, например, там 277 на 430 Потом 277, там Леопард Ну, а бои будут засчитаны только Тор 277 Если у тебя, ты сессию хочешь скинуть Для этого можно взять и обнулить Короче Я не качаю модпак Принципиально я хочу участвовать в турнире Ну, давай, я говорю Поговорим о том, что Смотри Берем, как некоторые говорят Взять файл Вот человеку Вот у меня недавно был разговор с ребятами Там знакомый ребят, кафе открыли И я с ним болтал на тему То, что у них не так много посадочных мест Я говорю, ну, пацаны, вам, конечно, надо как-то увеличить посадочные места Они мне такие Я говорю, ну, пацаны, может, смотри Я говорю, вот человек приходит А у вас сесть некуда, да? Я говорю, ну, он раз поцелует дверь Два поцелует дверь и уйдет Они такие, да ты что гонишь, что люди все звонят Я говорю, вы серьезно, что ли, сейчас Насчет того, что все люди звонят Ну, они переоценивают, так сказать, свою целевую аудиторию С точки зрения, что вот они будут все звонить И все будут бронировать И все будут приезжать только Ну, там, узнавать Много кто ничего не бронирует Просто в Яндексе вбили туда доехать В кафе, например Ну, сейчас понятно, что вообще все там закрыто к херам, да? Но, вот, я к тому, что Люди просто вбили, доехали И, то есть, не все звонят Далеко не все звонят Вот Я, кстати, отношусь к тем, кто редко бронирует То есть, конечно, у меня там встреча какая-то Я могу забронировать, чтобы не подвезти люди А так, если сам куда-то заехать Я просто заехал, посмотрел Есть, есть, нет, нет, все Вот И, соответственно, то же самое Вот, говорят, сделать файл Один файл И просто вот его люди скачали Собственно, потому что этот же файл Он вшит в модпак И все Но Сразу, видать, когда человек такое предлагает Он абсолютно не понимает, как работает Как строится работа с целевой аудиторией Как люди вообще То есть, в рамках 100 человек Можно сказать Подожди Ну, вот Сюда надо поставить и все А если у тебя 10 тысяч человек в турнире играет К примеру Вот И половина из них просто даже не знает Как папка танков выглядит Ну, серьезно У тебя просто половина людей даже не в курсе Куда там что-то закидывать Ты даже распишешь То есть И человек потом берет 100 боев играет А он не туда закинул файл Играет 100 боев Потом Левша, на сайте не отображаешь У тебя турнир говенок Турнир параша Сделай нормально Все То есть И у тебя стоит вопрос о том Что У тебя Представьте У тебя 10 тысяч человек играет И у Даже 100 человек Даже В этом 100 человек У них что-то не получилось поставить Не туда закинули Они же Вынесут везде мозг Они вынесут И на почте И вконтакте И на сайте И там И На ютубе Везде И ты будешь оплеванный С ног до головы Вот И вот Сразу Когда человек Так уверяет Он вообще Не понимает Работу Как она идет На массовость То есть Если большое количество Людей То есть Модпак В чем его фишка Легкая установка Довольно просто Нажал кнопку Тем более Посмотрите Сколько грузится Модпак Там у меня Две секунды Там ничего В принципе Особого-то нет Вот 20к Не мало Но Давай Евгений Ну 20 тысяч рублей Мало это или много Хороший вопрос Евгений Ну Я считаю Это нормально А ты Евгений Еще посчитай За работу ребят Которые делали Несколько человек Программистов Чтобы все это работало Сколько им надо За работу заплатить А потом еще Людей Дополнительно Ты будешь нанимать Чтобы победители Вручную проверяли Каждый бой Смотрели Все 100 боев Все 100 реплеев Чтобы Исключить читеров Исключить Подставные бои И все остальное Почитай Сколько это будет Ну это я думаю 5050 может быть А может 60 Для одного турнира Это много или мало Ну не знаю Можно Это Может турнир За 200 тысяч устроить Но это будет Один турнир И все на этом Есть пробитие Так Что дальше делаем Главное Никакую обезьяну Туда не пропустить Маленькая обезьяна Не хочет заехать Да Ну пойдем Мы этого давить Проджета Блин С уроном Куда Как я запорол Вот честно Честно Придурок Надо было По низу Ити Давить Я честно Я Даже не мог Подумать Что 155 форш Здесь Он не светился Но я думал Что он где-то В районе базы Вот тут Или тут Я прям был уверен Что здесь Никого нет Ты смотри 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 Типа Не вид Не вид Не вид Вылазка Охереть Писушить Просто куски Прям Стих Падает А не Это Хайвик Это Жаль Епрос Это Бежим 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 Охереть Я подставился Нахер Мне не Вперся Этот Нахер Мне ТВП Не Вперся Как же Я все КП Слил Здесь Просто Может Дамажить Было Немерено Скип Спасибо Тебе Спасибо За 500 Рублей 45 Написки Кипер Первое впечатление Танкисты И красави Как кормовчане Есть План их И почаще Привлекать Ну Смотри Пока Они себя Никак Не показали С точки Зрения Они Мало Разговаривают Естественно Да Вот У танкиста Получилось Вообще То есть Он вступил В корм Потом Перерыв На битву Блогеров Грубо говоря Там Месяца Полтора Ничего Не было Потом Он Пару Раз Пришел И потом У нас Клановая Потасовка Они в состав Не попали Ну Короче Пока Скип Вообще Си Никак Проявить Не могли Нормальным Вот Как в коллективе Так и На полях Сражений Да Скажем Ну Из-за того Что они Просто мало Участвовали Очень мало Участвовали Плюс Мы и корм Не так Часто Катаем Сами Так Они Еще Выпали Из Процесса По Понятым Причинам Битва Блогеров Была А вторая Это то Что Клану Потасовка Они не попали Ну Почаще Да Надо Почаще Их Привлекать Просто Главное Чтобы они Главное 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 Чтобы они Общались Больше Вот это Главное Для них Потому что Крамачан Много Скажем Так Сейчас Провися Крайне Сложно Да Я про Коня Забыл Вообще Ох Универ Та Вот Еще Коня Я забыл Вообще Надо Этого Забрать Как-то Отлично Так Так Че Как Можно Отыграть В позиционке А потом Как Тупой Дебил Ворваться И сдохнуть От арты И от Каней Я вообще Рассчитывал Что я подъеду Дамшот И отъеду Но я отъехал Как бы в ангар Только Ой Так Отвратительно Сыграл концовку И нахер Вообще Здесь было Выходить Здесь реально Берешь Выходишь С этой стороны Даже вот так Поднимаешься Сверху Даешь шот Безопасно Для себя Убиваешь Его Ой Просто Как Дебилой Сыграл Реально Бой Можно было Сделать Спокойно Здесь Ты еще Ну Ну Тысяч 7 7500 8000 урона Я не знаю Сколько еще Блайндами Накидал Ты уставший Или ты худеешь Активно Нет Точно не худею Все Ребят На это будет Заканчиваться Стримец Спасибо всем Кто смотрел Все ссылки в описании Спасибо за лайкос И за поддержку То как по стримам Буду держать в курсе Всем спасибо Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому